Приветствую вас, прочитал ваш вопрос, и хотел бы немножечко уточнить у вас. Вот вы говорите о том, что у вашего парня сколиоз, и родители боятся, что он, этот сколиоз, предаться вашим детям, то есть их внукам. Последствую. Следите, пожалуйста, знают ли родители, что такое сколиоз? Есть ли у них медицинская картина, или лучше сказать клиническая картина этого самого сколиоза? Входит ли сколиоз в список тех заболеваний, которые передаются по наследству? Это важный момент. И принципиально. Я, конечно, не враж, но могу сказать совершенно однозначно, что сколиоз есть абсолютно у всех школьников, и у всех, кто много пишет, или сидит просто в офисе на работе. Потому что в этом случае сколиоз – это неизбежная болезнь, так сказать, профессиональная болезнь. И это нормально. И поэтому сколиоз будет у вашего ребенка в любом случае. Но момент ведь здесь какой, что сколиоз можно не доводить до крайних форм. Но для этого требуется забота о себе. Это во-первых. Во-вторых. Клиническая картина сколиоза. И факты. Данные болезни. Понимание того, что она из себя представляет, и как ее вообще можно лечить. Объективный вопрос родителям. Так что только из-за того, что у моего парня сколиоза я не должна быть с ним? То есть вы, родители, считаете, что я должна отказаться своему мужчине в счастье только потому, что у него есть какой-то недостаток физический? Серьезно? Вот вы сами подумайте о том, как это звучит. Это во-первых. Во-вторых. Ну, поскольку все-таки будем исходить из того, что сколиоз – это болезнь, которая не передается генетически. По крайней мере, я об этом никогда не слышал. Давайте так. Что дело здесь совсем не в сколиозе. То есть сколиоз – это просто повод. Повод ваших родителей, предлог ваших родителей для того, чтобы вас, ну, грубо говоря, не отпускать, наверное, вот этим молодым человеком. И из этого я делаю вывод, что вы родителям нужны своим. И нужны вы им достаточно сильно. То есть я, конечно, не знаю, как вы выстраивали свои отношения с ними. Как вы вообще позиционировали себя с ними. Но то, что вот родители в вас нуждаются, ну, в больших тепях, на мой взгляд, это совершенно очевидно. И вопрос весь заключается в том, почему они вас нуждаются настолько, что не могут, не хотят вас отпускать. Что их может удерживать? От того, чтобы вас не отпускать. От того, чтобы вас отпустить. Страх за вас, например. Опасения, что, там, с вами, ну, я не знаю, что-то будет, с вами что-то случится, вполне может быть. Но опять же, опять же, почему такая ситуация стала возможной? Подумайте просто, почему, как это стало возможной? Как стало возможной то, что ваши родители, ваши родители, не заходили в вас отпустить? Как это стало возможной? Ведь это определили ваши отношения с ними. Это определила ваша позиция по отношению к ним. И ваша нерешительность. Очень интересная форма здесь ее. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд. Вот вы говорите, решили мы жить со своим парнем вместе. Ну, вам 21, ему 26. В принципе, все нормально. Как больше пора. Ну, вы говорите, что твои родители против. Заникает вопрос. А как вообще ваши родители могут быть против? Если это ваше право. Ваше право в том, чтобы жить отдельно от своих родителей. И жить с тем, с кем вы хотите. Так как? Как родители могут быть против этого? Анастасия, вы подумайте. Просто подумайте об этом. Как вообще это возможно? Почему это стало возможно? Вот вы говорите, что мы своим молодым человеком не хотели жить вместе, но родители отказываются и не хотят вообще говорить, что нет, нет, нет. Так. И это их право. Поймите, если они за вас боятся, если они за вас действительно переживают, да, то это действительно их право. Их право, ну, по сути, вот так вот реагируют, если они действительно за вас боятся. И они, естественно, естественно, не будут принимать вас и ваш выбор. Потому что на полном серьезе будут считать, что это вам, ну, как-то вот навредит, это вам как-то вот принесет какой-то вред. Но это, опять же, их право. Знаете, это их право, так думать. И вы никаких доводов не найдете, к сожалению, для того, чтобы внушить им, что они не правы. Никаких доводов у вас не будет. Потому что они взрослые люди, они будут стоять на своем. До конца. Пока не увидят обратное. Пока не увидят опровержение своей позиции. А опровержение своей позиции можете предоставить только вы и только своими действиями. Слова здесь не помогут никак, к сожалению. Как бы это грустно и печально не было, слова никак не помогут вам наладить за его понимание от родителей. Потому что я уверен, что словами вы уже пользовались и неоднократно. Итак, что важно принять? Родители за вас боятся, родители за вас призывают. Либо родители хотят чего-то для себя. Они не хотят, чтобы вы от них уходили. Вот и с одной стороны, если они боятся за вас, если они опасаются за вас, то вы их преубедите только своими поступками. С другой стороны, с другой стороны, если они хотят чего-то для себя, то они не отмеряются с вашим выбором. Напротив, они будут продолжать вас обвинять в том, что вы поступили плохо, что вы поступили негативно и так далее. И в этом случае уже вам решать, будете ли вы к ним прислушиваться или нет. Это ваша жизнь. Но вот то, что вы нерешительный, говорит о том, что вы не уверены в себе. А вот почему вы не уверены в себе? С чем связана ваша неуверенность в себе? Вот это нужно разбирать. Потому что если вы в себе не уверены, эта неуверенность с вами была всегда, она никуда не девалась, она была с вами. Просто вы не осознавали, может быть, ее, ну вот таким, знаете, образом, как это вот остро стала у вас сейчас. То есть вот так, настолько остро, вы ее не осознавали в свою неверенность в себе. Но то, что она с вами была всегда, я думаю, это совершенно очевидно. И у нее есть причины. И с этими причинами, я полагаю, можно поработать при желании. Главное, чтобы у вас это желание было. Вот и все. Родителей с словами вы не приубедите. Вы можете даже ничего не говорить, вы можете просто написать им записку о том, что вот я переезжаю и все, и все. Потому что слова здесь не помогут большими. Вот так. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что он был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.